Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Я сегодня для вас приготовила такое миксовое видео. В нем будут разные продукты и даже декоративная косметика. Я редко делаю такие выпуски, но, как показывает практика, вам они интересны. Вот посмотреть такой микс, поэтому давайте же скорее начинать. И первый продукт, о котором мы с вами будем говорить, это бренд Москоголик. И я знаю, что вы этот бренд полюбили. Он бывает у меня на канале, я показывала вам маски. И потом, когда я проводила консультации, я видела эти маски у многих моих клиентов. И отзывы были прекрасные. Но на самом деле бренд Москоголик, несмотря на то, что в названии есть слово маска, это не только про маски. Так вот, сегодня я хочу поговорить с вами о продукте, который называется сыворотка Перфектор. Это сыворотка со стабильной формой витамина С. Причем витамина С здесь 1%. Что значит стабильная форма витамина С? Она долгоиграющая, это раз. То есть она проникает достаточно глубоко в кожу, в отличие от нестабильной формы витамина С, аскорбиновой кислоты. Это значит, что она действует гораздо дольше и работает даже после того, как по сути вы умылись, потому что она уже в коже. Бояться витамина С в такой форме не нужно. Он сочетается со всем. Там, как правило, диапазон PH очень широкий. Можно даже с достаточно кислотными продуктами использовать. К сезонности, к наличию солнца за окном это вообще не имеет никакого отношения. Кому такая сыворотка пригодится и зачем? Конечно же, это антиоксидантная защита. Это выравнивание тона кожи. Она подходит и сухой коже, она подходит и коже жирной. Это улучшение цвета лица, плюс витамин С всегда влияет на упругость кожи, потому что стимулирует выработку коллагена. Он подходит и тем людям, у которых кожа склонна к красноте, потому что витамин С обладает ангиопротекторным действием, то есть укрепляет сосудистую стенку. И если вы обратите внимание, у этой сыворотки текстура молочка. То есть ее, в отличие от других сывороток, можно кремом не закрывать. Сюда входит специальный увлажняющий комплекс, который обеспечивает абсолютный комфорт. Она легко наносится, легко распределяется, действительно очень хорошо ощущается на коже. Это абсолютная новинка у бренда. Я думаю, что уход будет еще расширяться и расширяться. Нужно всего 3-4 капли на лицо и шею утром, вечером или только утром, только вечером. То есть здесь уже по вашему усмотрению. Помимо стабильной формы витамина С, здесь еще и целый комплекс аминокислот. Здесь экстракты, которые успокаивают кожу, влагоудерживающие компоненты. То есть вот этот вот состав и эта формула, потому что, видите, вот она на руку сейчас легла таким нежным, бархатистым, как будто бы увлажняющим питательным слоем. Он действительно позволяет использовать этот продукт как средство одного этапа. Если это утро, например, и вы живете в регионе с активным солнцем, я вас поздравляю, то вы можете просто закрыть эту сыворотку солнцезащитным кремом. Все. Вечером, пожалуйста, можно закрыть питательным, регенерирующим, восстанавливающим кремом. Она хорошо будет сочетаться с продуктами с ретинолом. Да, это тоже миф, что витамин С не сочетается с ретинолом. Поэтому вы здесь вольны вообще в любых сочетаниях. Следующий продукт, который я хочу вам показать, и, по-моему, я не заостряла ваше внимание на нем в свое время, это бренд Perfect4U, которому я тоже, вы знаете, прикипела за это время. Я попробовала очень многие продукты от бренда Perfect4U в разных форматах, и бренд действительно заслуживающий внимания. И вот сейчас мы с вами подходим к сезону, когда у всех, какая бы у вас ни была кожа, начнет кожа сохнуть. Мы начнем носить теплую одежду, мы начнем носить шерстяные колготы, мы будем попадать с вами из холодной температуры в теплую. Это отопительные приборы, кожа будет сохнуть. И вот у бренда Perfect4U, который, видите, я подбрал свой жакет, видимо, подобрала этот тюбик, который называется «Увлажнение 24 часа», подходит для тела, для того, чтобы действительно создать чувство комфорта, но без перегрузки. Этот крем подходит для ухода при любом типе кожи. В нем содержится мочевина в концентрации 5%, церамиды, фосфолипиды, холестерол, сквалан, питательные масла, такие как ши, кокос, авокадо и другие. Он ощущается как питательный, он ощущается как крем действительно с обилием масел в составе. Но у него, вы знаете, такая текстура нежная, скользящая. Вот он даже, посмотрите, сейчас попал на кожу и как будто бы сразу выровнял ее тон и убрал вот эти вот все шелушения и сухость. Уровень натурального увлажняющего фактора он восстанавливает естественным образом. Нарушение липидного баланса регулирует. Здесь также есть сок алоэ, гиалуроновая кислота, альгинат натрия. То есть этот продукт для кожи тела действительно находка. И я абсолютно могу вам подтвердить, что увлажнения здесь хватает надолго. То есть он комфортный. Он, я не могу сказать, что впитывается в ноль, но то вот чувство, вот эта вот питательная такая нежная пленочка, которую он оставляет на коже, она очень комфортна. И это здорово. Поэтому действительно обратите, пожалуйста, внимание на этот крем. Он продается как на официальном сайте, так и на Валберис. Поэтому посмотрите, где вам удобнее сделать заказ. А давайте сейчас перейдем к декоративной косметике. И это бренд YUR или YUR, наверное, да, это читается. Вы знаете, как я люблю тональные средства вот этого бренда. Вообще я вам говорила, что знакомство с брендом YUR, давайте я так буду его называть, для меня более чем удачно. У них вышла новая серия по уходу за кожей лица. И в недавнем видео я вам показывала эти продукты. Это сыворотка, это крем для лица, это крем для глаз. Я сказала вам сразу же, и вот помяните мое слово, в конце года меня проверите, эти продукты попадут в топ лучших бюджетных средств по уходу за кожей. Особенно крем для глаз, который там, по-моему, вообще в районе 600 рублей стоит. И он восхитительный. Я пропользовалась всю весну, все лето XCC кремом. И это просто блаженство для кожи. Он и цвет лица преображает. Его и не видно вообще. Там выбор оттенков. То есть у меня причем закончился практически один. И я, знаете, еще себя останавливала на мысли, а что мне больше на самом деле нравится. Ама тональный крем или YUR. Они все-таки разные. Наверное, меня останавливает от такого вот выбора именно то обстоятельство, что они разные, в принципе, вот как категории тональных средств. Но они восхитительные. И тут, и тут, я думала, что уже ничем меня не удивишь. Но у бренда YUR выходит новый DD крем, который предназначен для выравнивания тона кожи, для поддержания ее эластичности, который предназначается для людей с пигментацией в том числе. И это крем с флажным финишем. И тут я поняла, что я пропала. Потому что, когда вы наносите этот DD крем на свою кожу, ваша кожа превращается в гладкое зеркало. Конечно, наверное, если у вас очень жирная кожа, это не ваш вариант. Но если вы любите вот это здоровое сияние, он действительно ложится на кожу, как водная гладь. Это очень красиво. Он действительно создает ощущение более упругой кожи. И он очень хорошо подходит. У меня как раз тогда был период, когда моя кожа была после пилинга, и она, знаете, вот вся была такая немножко скукоженная. И ты наносишь этот DD крем, и кожа расправляется, и она становится гладкая и очень красивая. А если еще чуть-чуть хайлайтера добавить, это просто чудо. У бренда три оттенка. Кстати, здесь есть SPF 50 и защита от лучей типа А. Я прошу прощения за упаковки, потому что мой кабанчик Гоша тоже очень заинтересовался новинкой. Поэтому тут кое-какие упаковки он пытался открыть. Но я сейчас вам покажу эти оттенки. И опять же, что у бренда Юр интересно, они делают оттенки очень хорошо приспосабленными. Забливающимися по тону кожи. То есть даже если вам кажется, что они темнее, чем есть, они выглядят очень красиво. Но вот мой оттенок – это вот этот вот. Посмотрите, какая красота. И вот этот вот влажный финиш. Видите, сейчас я еще постараюсь побольше его распределить по коже. Он виден. То есть это на коже будет выглядеть примерно вот так. Вот этот оттенок средний по тону, я бы сказала. Хотя нет, он самый светлый. Значит, мне подходит средний, а этот самый светлый оттенок. Но очень красивый. И что мне нравится у этих оттенков? Нет желтизны и нет очевидной какой-то розовизны, я бы сказала. И мне понравилось добавлять немножко самого темного оттенка. Вы знаете, вот по периферии. То есть как бы контуринг такой естественный. Потому что у него, у самого темного оттенка, очень красивый подтон. Такой чуть-чуть серовато-зеленоватый, что ли. То есть мы обычно бронзируемся такими средствами. Но сейчас вот я их смешаю между собой все-таки, чтобы хорошо распределить по коже. И показать вам вот этот вот финиш, который продукт дает. Посмотрите, холеная, гладкая, красивая, сияющая кожа с ровным тоном. Просто потрясающий продукт. Да, можно припудриться, безусловно. Но вот это сияние изнутри и вот эта какая-то холеность кожи, она все равно остается. Я думаю, я думаю, что это самый идеальный тональный продукт для очень зрелой кожи. Особенно сухой кожи и кожи с шелушениями и обилием мелких-мелких морщин. Вот это просто продукт для вас. Поэтому обратите на него внимание. Это какая-то прямо вау-новинка. Есть еще одна новинка, которую бы я хотела вам показать. Очень интересная, очень интересная. Это Black Rice BB крем, увлажняющий с экстрактом черного риса. И это крем, увлажняющий, с хорошей степенью покрытия. Не провоцирующий при этом жирный блеск. Здесь также есть фактор защиты SPF 36 и PA 2+. И особенность этого продукта заключается в том, что он еще и ухаживает за кожей. То есть вот этот ферментированный экстракт черного риса, это действительно для кожи полезно. Представьте, какое количество аминокислот, и кальций, и витамины содержатся в черном рисе. Вообще черный рис, как и любые виды злаковых, они очень хорошо переносятся к коже. Злаковые всегда хорошо подходят для кожи чувствительной. У меня это оттенок 21. И, кстати, посмотрите, какая красивая матовая такая упаковка у этого тонального крема. Посмотрите, какой чудесный оттенок. С легкой серинкой, с легкой серинкой. Но он адаптируется очень хорошо по тону кожи. И посмотрите, кожа какая стала. Гладкая, как будто бы фарфоровая. И совершенно нет никакого жирного блеска. И очень приятное покрытие. Замечательный совершенно крем. Его не видно на коже. Его можно наслоить при желании. То есть если у вас какие-то есть несовершенства, которые требуют большего перекрытия. Он очень хорошо подходит, если у вас кожа склонная к красноте. За счет этого своего тона он хорошо эту красноту нивелирует. Поэтому этот тональный крем, опять же, с фактором защиты, мне кажется, тоже является прекрасным вариантом. Вообще в последнее время столько классных тональных новинок появляется, что только успевай пробовать. Бренд Round Lab. Вообще, я вам уже говорила, что у меня такое интересное знакомство состоялось с брендом Round Lab. Они мне вот как-то на душу легли. И почему они мне на душу легли? Потому что они как-то делают все с дерматологической точки зрения очень правильно. Мне вот, например, нравится, что у бренда нет от душек. Мне невероятно нравятся их текстуры, срез. Например, гидрофильное масло или гидрофильный бальзам. Или их вот этот базовый крем. И вот я протестировала кушон. Посмотрите, причем какое оформление красивое. Здесь SPF 50 и 4+. То есть защита и от B, и от A лучей. И это солнцезащитный крем с березовым соком. Мне кажется, что, как звать этого актера, который все с березами-то у нас обнимается, и у него там в России березы шумят, он был бы доволен. Забываю все время его фамилию. У них всегда такое оформление, какое-то такое мимими, но при этом понимаешь, что это взрослый продукт. Подушечка внутри. Посмотрите, тоже какая форма. Немножечко заостренная, что позволяет и вокруг носа проработать участки. И здесь у нас с вами очень хороший оттенок. Потому что оттенок здесь, по большому счету, прозрачный. Но он выравнивает тон кожи. То есть вы когда наносите этот продукт, тон кожи априори становится гораздо более гладким, ровным, если так правильно сказать. И вот такой формат, опять же, кто спрашивал, а для обновления мне что с собой носить, а как мне обновлять SPF, подходит идеально. То есть вы носите с собой этот кушон, спокойненько наносите его на ваш тональный крем, на BB крем с оттенком. И это находка, это хорошо. И он ложится, посмотрите, легким невесовым слоем. Вот он сразу адаптировался, при этом видно, куда я его наносила, что-то он кожей стал ровнее. По-моему, особенно для жителей мегаполисов это отличный вариант. Если говорить про очень-очень легкие солнцезащитные средства. Недавно совсем нашумел такой бренд, который называется Tokobo. И они выпускают разные солнцезащитные средства, и с тоном, кстати, в том числе. Но у них есть вот такой вот солнцезащитный крем, который называется Bio Watery Sun Cream. Здесь у нас SPF 50 и PA+++. У меня эта миниатюра 10 мл. Что он мне напомнил? Он мне очень напомнил солнцезащитное средство Beauty of Jason. Потому что это наилегчайший солнцезащитный продукт, который по сути на коже превращается в водичку. То есть его на лице вы не ощущаете, он не чувствуется вообще. Поэтому если вы ищете, вот как раз здорово, что есть миниатюры, самое-самое легкое солнцезащитное средство, которое только может быть, вот оно перед вами. Потому что Beauty of Jason сейчас бывает трудно найти, его очень быстро разбирают. Вот вам еще один вариант такого водянистого, наилегчайшего солнцезащитного крема. Но у них, как я уже вам и сказала, есть солнцезащитные кремы и с тоном, улучшающий тон кожи. Потому что это White of Tone Up Sun Cream. Тоже SPF 50 и PA+++. Здесь у нас витаминизированная вода 51% и витамины B12 и витамины B3. Это тонизирующий солнцезащитный крем. Упаковка здесь у нас уже другая. То есть это вот такая вот туба, немножко мне напоминает Dr. Surical. И давайте с вами посмотрим, что у нас здесь по фильтрам. Здесь у нас физические фильтры. Здесь у нас химические фильтры современные. То есть это такая смесь. Я не могу сказать, что я здесь вижу какое-то обилие ухода в составе. Но здесь действительно есть витамины, здесь есть антиоксиданты. А собственно говоря, чего еще нам нужно от солнцезащитного крема. То есть этот солнцезащитный крем создан для тех людей, которым нужно улучшить цвет лица. Потому что здесь содержится витамин, он улучшает цвет лица. Но опять же, нам с вами самое главное, мы цвет лица витамином С улучшим. И всем остальным. Нам здесь самое главное – это финиш. Он тоже достаточно легкий. И это очень важно. Вообще, какие делают тональные средства корейцы сейчас? Мне кажется, такие тональные средства не делает никто. Потому что корейцы впереди планеты всей. И вот эта их технология бустеров, которую они используют. То есть, смотрите, еще одно комфортное средство. Все, вот нет его. И не выбеливает, и не лежит какой-то плотной пленкой на лице. Тоже еще один из вариантов, который может вам подойти. И давайте закончим мы с вами уходом от бренда Уссо Лэп. Может быть, вы не смотрели предыдущее видео. И еще страшного, потому что я покажу вам эти продукты в этом. Это новинки от бренда Уссо Лэп. Вы знаете, как я люблю бренд Уссо Лэп. И, конечно, скрывать их под плинтусом я совершенно никакого намерения не имею. Во-первых, у бренда Уссо Лэп вышел обновленный, мой любимый, крем. И этот обновленный крем имеет ряд существенных отличий от предыдущих версий. Во-первых, да, он стал меньше. Но за счет этого он стал дешевле. Во-вторых, самое главное, что они увеличили концентрацию по ДРН полинуклеотидов до 10%. А было 3. Они включили современные антиоксиданты, например, идобинон. Они включили 10% моего любимого гриба Тримелла. Они ввели больше пептидов миорелаксантов. То есть крем получился. И ампулу, кстати, точно так же они переформатировали. Поэтому посмотрите. Может быть, вы захотите сыворотку взять, ампулу. Может быть, вы захотите взять крем или то и другое. То есть то, что и так было хорошо, они сделали еще лучше. И мне кажется, ну логично из тех изменений, которые они внесли, что у крема стала лучше текстура. Она стала какая-то более шелковистая, более увлажняющая, но при этом все еще такая же легкая, как и раньше. Ощущается он очень комфортно. Конечно, вы можете этот крем использовать и вокруг глаз. Я так и делаю. Для меня, например, часто это вообще средство экспресс. Когда я куда-то тороплюсь, нужно быстро нанести на кожу. Нет возможности поэтапно наносить на себя весь уход. Я раз взяла этот крем, нанесла его на кожу быстренько на все лицо, нанесла тональный крем и побежала. Но у бренда есть еще одна новинка. Это нежная энзимная пудра. И здесь есть как абразивные частички. Я, кстати, очень люблю такой формат пудр. При том, что здесь абразивные частички из лаковых. То есть вы их прям почувствуете. Вот видите, они такие как гранулки. И при этом здесь есть папаин. То есть это действительно энзимная пудра. Но что мне в ней очень нравится, она действует как шлифовка для кожи. То есть, по сути, это энзимная шлифовка для кожи, которая действительно делает кожу сразу же мягкой, сразу же очень нежной. При этом она подходит даже для самой чувствительной кожи. Потому что никакого жесткого абразива, абразивности вы здесь не чувствуете. Действительно. То есть здесь воздействие на кожу очень мягкое. Ну и последняя новинка. Это Bio Brightening Bleach Ampoule. С неоцинамидом, с аминокислотами, с идобиноном. Почему у нее вот такая вот желтоватый вот такой вот оттенок. Новинка в коллекции ампул от бренда Usolab, где содержатся компоненты разного профиля. Пептиды они очень любят. Это сыворотка для тех, кто хочет выровнять тон кожи. Это сыворотка для тех, у кого есть пигментация, но не обязательно. Это просто хороший антиоксидантный и антивозрастной продукт. Обратите, пожалуйста, внимание на текстуру. Она, как всегда, очень-очень легкая, что делает вот эти вот сыворотки Usolab удобными в применении. И на самом деле сочетаются они с любыми продуктами. Да, конечно, это может быть крем от Usolab, который я вам только что показала, но это может быть и ваш любимый крем. Антиоксидантный, липидовосстанавливающий, абсолютно любой. И сыворотки, кстати, хватает достаточно надолго, как и всегда вот этих вот сывороток от Usolab. Вот они, те продукты, которые я хотела вам показать. Я очень надеюсь, что такое ассорти было вам полезно. Если вам нравятся такие миксовые видео, когда в одном ролике я показываю продукты из разных категорий, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, чтобы я знала. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всего хорошего, пока!